Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. В этом видео мы продолжим говорить о том, как сделать хорошие снимки с сотового телефона. И сегодня мы поговорим о вспышке. На мой взгляд, вспышка – это средство убийства хорошего фотоснимка в неумелых руках. Весь объем в нашем изображении создается именно за счет того, что мы видим тени. При лобовой вспышке тени отсутствуют и изображение становится плоским. Поэтому, когда мы хотим использовать вспышку, то как только мы переходим в режим фотографирования, то на экране появляется значок «Молния». То есть это именно тот значок, который обозначает вспышку. И в данном случае у меня стоит перекрещенный значок, то есть фото вспышка отсутствует. И что бы я ни делала, она не сработает. Вспышка является одним из самых важных параметров при фотографии, поэтому она выведена на панель управления еще до того, как вы нажали шестеренку выбора параметров, которые вы можете менять при фотографировании. Поэтому, нажимая на «Молнию», мы можем поменять метод применения вспышки с запрета на обязательное использование и на автоматическое использование. А также, если мы нажмем на шестеренку, то мы попадаем в следующее меню, в котором вспышка также выведена на первое место в первичных условиях фотографирования. То есть, если у меня здесь вспышка запрещена, то и в следующее меню она тоже у нас будет запрещена. Но если мы нажимаем сюда, либо сюда, то мы попадаем в возможность выбора «Обязательная вспышка». Вспышка срабатывающая автоматически и вспышка запрещена. В первом случае вспышка сработает вне зависимости от того, какая у вас интенсивность в вашем сюжете. Второе – фотоаппарат будет оценивать, достаточно ли контрастное здесь изображение, нужно ли здесь добавить света. И в третьем случае, как бы темно здесь не было, вспышка не сработает. Применение вспышки должно быть очень осознанным. Это то, что может испортить вашу фотографию, несмотря на то, что изображение станет более освещенным. Тем не менее, оно может быть испорчено. В данном случае у меня фотография сделана при дневном свете. В принципе, сюжет достаточно освещен. Здесь применена вспышка, и, как видите, появились отблески, которые создаются краями. Пропали все вот эти очаровательные блики, которые создавались светом, проходящим через этот флакон, и отражением от днища. И, кроме этого, появилось отражение от вспышки, которая попала на задний фон. Здесь у меня фотография сделана с чуть-чуть более высокой точки. И мы точно так же видим, что появились круги отражения. Кроме того, мы видим, что появилась четко выраженная тень. Вспышка достаточно яркая, и пятачок, который был украшением вот этого сюжета, он здесь пропал. На мой взгляд, стало менее интересное изображение. Эта фотография сделана уже в темное время суток, когда включен был боковой свет, и вы видите, какие здесь тени. При одних и тех же изначальных условиях фотография зернистая, размытая. Как только я включила вспышку, качество изображения значительно увеличилось. Все боковые тени пропали, потому что вспышка имеет интенсивность, во много раз превосходящую этот боковой свет. И мы получили четкое изображение с... Так, как если бы мы фотографировали без наличия бокового освещения. В данном случае сюжет такой, что освещение идет сверху, причем оно достаточно рассеянное, не яркое. И как только мы включаем вспышку, четко проявилось пространство, мы видим тень, мы видим более интенсивно освещенные элементы. Но изображение стало более контрастным, но нельзя сказать, что оно стало более интересным. Появились вот такие некрасивые тени, которые не дают четкого контура. И здесь точно так же. Здесь вспышка сделана с нижней точки, и мы видим, насколько верхняя часть, свет не проходит на верхнюю часть, она размытая, она некрасивая, не четкая. Но зато мы видим четко название вот этой пряжи. Поэтому, применяя вспышку, надо помнить о том, какую задачу ставить. Если вы хотите подсветить какой-то один элемент, и вам совершенно все равно, как будет выглядеть остальная часть вашего изображения, то вспышка будет оправдана. Если же этой задачи у вас нет, то старайтесь применять все-таки несколько источников освещения, в том числе и автоматический режим, потому что в автоматическом режиме фотоаппарат все-таки сам будет оценивать существующую интенсивность освещения того, которое уже присутствует в кадре, и не будет давать максимальную вспышку, которую вы будете устанавливать, если устанавливаете принудительную вспышку. Я надеюсь, что это видео поможет вам немного больше понять в проблемах применения или запрета на вспышку. В любом случае, если вы еще новичок и сомневаетесь в том, какой сюжет вам будет более интересен со вспышкой или без вспышки, делайте несколько кадров, смотрите, что получится, и не переживайте, если на первых порах ваши снимки будут выглядеть непрофессионально, потому что в любом случае необходима практика для того, чтобы научиться чувствовать сюжет и понимать, нужен здесь дополнительный свет. А в следующем видео мы рассмотрим функцию включения обратного отсчета для того, чтобы делать фото с задержкой. Это тот вариант, когда нужно достаточно продолжительное время для того, чтобы подготовиться к срабатыванию фотоаппарата, и селфи вам в этом случае не подойдет.